Мы стоим на очень историческом месте. Это остатки инженерного сооружения конца 16 века. Здесь происходил обмен пленами между русскими и поляками. Еще в 1619 году, когда возвращался из плена, Фиолай Ротникич, русский патриарх, встречался здесь со своим сыном Михаилом Федоровичем Романовым. Пешеходный мост через реку Веземку появился позже, в 20-х годах 19 века, при князе Дмитрие Голицыне. За состоянием исторических объектов моста и плотины долгое время следили сотрудники музея-заповедника Пушкина. У нас нет специалистов на обслуживание этой плотины. У нас нет всевозможных обученных людей. Все это есть в Одинцовском городском округе. Мы будем, конечно, помогать, будем следить за ним. Поэтому встал вопрос о передаче исторических объектов в собственность муниципалитета. Сейчас он почти решен. Документы находятся на согласовании в Министерстве имущественных отношений Подмосковья. Уже нашелся и благотворитель, который готов выделить собственные средства на восстановление пешеходного моста. Сегодня договорились, что я из собственных средств выделяю на строительный материал. А именно, это будет высококачественная лиственница с покрытием. И вот совместными усилиями я рассчитываю, что этот мост станет очень симпатичным и современным. Кроме того, Игорь Шиповалов готов оплатить работу архитекторов, чтобы те разработали дизайн-проект исторической зоны. Когда планы реализуются, рядом с музеем-заповедником Александра Пушкина появится еще одна точка притяжения жителей и гостей Одинцовского округа. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.